Всем привет! Это Настасья, и я, как и большинство, учила английский в школе, затем в университете, и даже получала пятёрки, но я совершенно не могла говорить на английском. И, насколько я знаю, это довольно распространённый парадокс во всех русскоговорящих странах. Наверное, со мной это случилось отчасти, потому что у меня довольно хорошая визуальная память, и я с лёгкостью справлялась заданиями по типу «выучить текст». Ну, я думаю, вы поняли, и у всех были такого рода топики. И тут, собственно, вторая проблема — это сама система образования, которая больше направлена на само заучивание текстов и правил. Уже во взрослой жизни у меня случались события, где английский мне бы очень даже пригодился. К примеру, рассказать иностранному жюри о своей работе. Или же никогда не забуду ситуацию, когда я приехала к подруге в Барселону, и вечером она пригласила меня в бар познакомить со своими друзьями, и я просто не смогла ни сказать ни слова. Я только кивала и улыбалась, сгорая от стыда. Но этого всего как будто было недостаточно, пока я не встретила своего будущего мужа. Моё желание выразить свои чувства и мысли без гугл-переводчика были настолько сильными, плюс его настоятельные рекомендации, чтобы я наконец заговорила, послужили мне хорошим стимулом, чтобы я наконец обратилась к преподавателю и начала заниматься именно разговорным английским. От природы я довольно стеснительна, плюс я ненавижу делать ошибки, что, конечно же, не помогало мне на моём пути в изучении языка. Я всё это время с огромными сложностями преодолевала языковой барьер, каждый раз удивляясь, с какой лёгкостью подходят к этому вопросу европейцы, совершенно не боясь ошибиться и даже весело смеясь над собой и своими ошибками. Через некоторое время я почувствовала, что я вполне неплохо изъясняюсь, и меня вроде даже понимают. И я помню, как я начала наслаждаться этим моментом. Это было волшебно. Но продлилось не так уж и долго. Так как я почувствовала нехватку слов для выражения всего спектра своих эмоций, по факту я чувствовала, что я разговариваю как ребёнок, никаких тебе серьёзных тем и глубоких мыслей. И я, конечно же, погрустила немножко по этому поводу, но решила поставить цель сдать английский на C1. С одной стороны, довольно амбициозно, с другой стороны, ещё недавно я даже не знала, что действительно это означает, в смысле какой именно уровень языка стоит за C1. И именно поэтому я решила, что с февраля месяца я буду учить английский каждый день. Мне также помогло, что у меня был конкретный дедлайн теста TOEFL, который, правда, переносился несколько раз по всем известным нам причинам, но три месяца я провела в действительно глубоком изучении языка. Я учила идиомы, слушала разные акценты, писала эссе, искала новые сложные слова и читала академическую литературу каждый день. Под конец я выработала своё идеальное, эффективное для себя расписание, плюс я добавила к этому всему групповые онлайн занятия и, наконец, дала тест. Уже месяц спустя я точно могу сказать, что это была моя лучшая инвестиция моего времени в этом году. Я говорю на более серьёзные темы и чувствую себя намного увереннее. Конечно, мой английский далеко не идеальный, возможно, никогда им не будет, но у меня, наконец, выработалась привычка активно учить язык и даже наслаждаться этим процессом. В идеале я бы хотела заниматься с носителем языка раз в неделю, но посмотрим, как будет складываться жизнь, так как мне ещё предстоит разобраться с итальянским и немецким. Итак, если я смогла, то правда сможет кто угодно. Я серьёзно долгое время считала, что у меня просто нет таланта к языкам, и, скорее всего, так оно и есть, но всё же всё возможно. И просто нужно начать учить язык, полюбить его и наслаждаться этим процессом. Для начала найдите свою мотивацию. Может быть, кто-то и может изучать языки для того, чтобы просто знать больше. Мне же нужна большая мотивация, так как я не так быстро всё это схватываю, у меня нет этой музыкальности, и я до сих пор не слышу очень многие вещи в произношениях, а это означает, что мне нужно прилагать какие-то экстра усилия. Решите, зачем вам нужен язык. Как только вы найдёте свою мотивацию, его изучение уже не будет таким мучением. Окружите себя этим языком. Фильмы, книги, подкасты, журналы, статьи, ролики на YouTube — всё это можно делать на английском. И именно тут скрывается сам язык. Не в правилах и грамматике. Да, это тоже очень важно, но скорее потом. Настоящий живой язык — он в фильмах в оригинале, которые, кстати, одно удовольствие — смотреть и слушать настоящую игру актёров, а не тот дубляж, к которому мы так привыкли. Читать на английском для меня — это, правда, истинное удовольствие. Ведь большинство литературы и статей выходит сначала на английском, и так я могу получать актуальную информацию намного быстрее. Да, поначалу будет сложно и будет раздражать, что ничего не понятно. Начните с того, чтобы пересмотреть любимые фильмы и сериалы только уже на английском, и так будет понятен сам контекст. Включайте субтитры. Если слово встретилось 5-10 раз, поищите его в словаре. Выпишите эти слова на карточках и развесьте по всему дому. Найдите свой способ, который будет работать для вас. Говорите при каждой возможности. Ещё лучше, если с носителем языка вы можете использовать всевозможные онлайн-платформы для этого. Главное, не бойтесь. И да, вы будете делать ошибки, но это совершенно нормально. Пробуйте ещё раз и ещё раз. Приготовьтесь, что это всё может быть небыстро. На скорость изучения языка влияет множество факторов. От ваших способностей уже сформированной базы до мотивации, находитесь ли вы в среде, и вообще сколько времени вы посвящаете языку. И на этом у меня всё. Надеюсь, вам понравилось это видео. Не забудьте оставить комментарий и, может быть, рассказать свою историю, а также поставить лайк этому видео. И увидимся в следующих видео. Обнимаю и учите английский. Пока-пока!